Добрый день, сегодня мы будем работать с торговой маркой фирмы Фейдал. Будем работать с материалом структур пудс, мармарина, фракция Макси. Вот наши стены подготовлены, прогрунтованы, загрунтованы силиконовым штрихпудсом. Будем приступать к нанесению. Так, вот наш материал, грунтовали мы фейдал, потом силиконовым грунтом штрихпудс и сам материал антикдекор Марси. Вот он так выглядит, кто еще не видел. В процессе нанесения мы используем технику марсельского воска. Вот наш эскиз. Сейчас я покажу, он у нас в светлом тоне. Заказчики еще, скажем так, не знают, каким оттенком придать ему красоту. Ну вот это у нас вот так наполовину воском скрыто, оно чуть притемнено. Может быть и так останется. Не знаю, видно вам или нет, но вот такой вот эскиз. Так, здесь у нас уже нанесен материал. Такими круговыми движениями мы сделали бороздки марсельского воска. Будем ждать его полного отдачи влаги и будем его приминать. Вот здесь вот так вот виднее. Раз у нас сейчас погода поменялась, пасмурно стало. Взяли, нанесли, просто шпателем растянули, держа определенный слой 2-3 мм. Ну кому, все зависит от того, какой в итоге должен получиться эскиз, скажем так. И такими вот движениями на снятие его растянули. Вот мы нанесли небольшой кусочек и вот такими вот движениями формируем сам рисунок. Скотч я не клею, стараюсь делать аккуратно. Почему? Потому что краску будет сдирать любой скотч. Поэтому стараюсь аккуратно все это делать. Материал сам я водой не разбавлял. Почему? Потому что, ну кто-то разбавляет, чтобы он как бы немного пожиже был. Но тогда мы будем над ним долго и нудно сидеть. Вот так вот. Так, пришло уже более часа. Материал начинает немного работать. Начинаем его легонько приглаживать поверхности. Остаются вот такие вот следы. Применяем губку. Поверхность шпателя должна быть влажная. Чтобы за собой не тянуло и не произошло, скажем так, прилипание и срыв материала. Поэтому легонечко по верхушечкам мы начинаем производить приминания. Приминания в разносторонние движения. Разносторонние движения, чтобы не получился у нас рисунок в одну сторону. Здесь у нас уже материал начал работать. Мы его начинаем потихонечку приминать. Ну вот, мы уже нашу поверхность прищерли. Продолжаем ее подглинцовывать. Вот такими вот движениями. Поверхность уже немного у нас блестит. Но нам сильно этого, как говорится, добиваться не обязательно. В белом цвете пока ничего особо не видно. Все сумбурно. Ну вот стенку мы примяли, скажем так, пригладили. Сейчас она у нас уже в углублениях сухая почти. Сверху сырое. Завтра она у нас будет вся беленькая. Наш мармарин макси. И походу он у нас останется, скорее всего, белым. Заказчику нравится белый цвет. Просто вскроем два слоя воском для защиты. Кухня все-таки. Наносим воск махловицей, разносторонними движениями. Можно, конечно, маленьком, но нам нужно нанести каком-то меньше воска, чтобы попало в углубление. После этого шпателем лишний воск снимаем, забивая в углубление. Плюс еще, чтобы не оставалось, разводим отчистки. Свет такой ложки. Не наносчивый. Если кому надо, на литр ложка 10 кубов разбавленного ложка в серый цвет. Нанесим его разнообразническими движениями. Чтобы не было бы переходов. Так вот выглядит стена на кухне. Мармарин Макси. Торговая марка Феедал. 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 Продолжение следует...